Об этом уже договорились министры экономики и инфраструктуры Эстонии Таавиас и министры экономики Финляндии Микка Линтеля. По мнению финского министра, в связи с войной на Украине мы должны быть готовы к остановке газового импорта. Плавучий СПГ-терминал является хорошим решением для обеспечения эффективного газоснабжения. А долгое строительство специальных сооружений не нужно. Просто планируется, что Эстония и Финляндия создадут необходимые причалы для перекачки и совместно возьмут в аренду плавучий терминал. Действительно, мы смогли договориться с финами, что мы будем арендовать общий плавающий терминал на два государства, разделять расходы. Я думаю, что это с эстонской стороны очень умно, потому что наша часть в пять раз меньше, чем финская часть. И здесь надо еще учесть то, что у нас есть возможность, и очень надеюсь, что будет осенью возможность принять это судно. Необходимые причалы для перекачки будут сооружены в эстонском Палдиске и финском Инко. Далее местонахождение плавучего терминала будет определяться в зависимости от потребностей и объемов рынка. Плавучий терминал – это быстрое решение проблемы поставок газа, но постоянный, стационарный, более надежная возможность хранить газ. Правда, это дело будущего. Очень надеюсь, что это временное решение, потому что плавающий терминал стоит больше, чем постоянный на материке находящий терминал. Я думаю, в течение здесь года, два года надо решать этот вопрос, будет ли в Эстонии постоянный терминал, или мы будем надеться на терминалы, которые будут в Финляндии, в Латвии. О совместной эксплуатации терминала сжиженного газа или СПГ шли долгие многолетние переговоры со спорами или даже международными обидами. Но вот теперь ситуация показала, что власти способны принимать и быстрое решение, и снимать международные разногласия. Хотелось бы, чтобы так было не только в экстремальных условиях. Вчера в департаменте статистики нам официально сказали, что голодными мы точно не останемся. Похоже, что холода нам тоже не грозят, ведь кажется, что проекту уже ничто не помешает. Лена Туровская, Петер Улевайн, Новости Таллина.